добрый день дорогие друзья добрый день мы продолжаем изучать сейчас попробуем как сегодня у нас поведет себя telegram выясним так все telegram сегодня ведет себя отлично идет себя прекрасно и мы можем значит в телеграме глава ваешев глава поешев день 4 все включаем запись и садимся удобно берем попкорн кто берет попкорн кто кто кофе значит открываем книги желательно вообще учиться с книгой чтобы видеть текст чтобы видеть текст желательно значит учиться с книгой и даже на час книгой и мы значит сегодня у нас урок чтобы было рифа шлыма полное выздоровление чтобы было александр бен эмиля рита бад бася все кому нужно выздоровление Прямо вслух скажите, чтобы было им полное выздоровление, если вам нужно, вашим родственникам. Значит, и лилу нишама для поднятия души Борух, Борух бен Авраам, Борух бен Сара. Значит, и для того, чтобы выполнены были наши молитвы, мы выполняем волю Всевышнего, учимся, учим Тору, постигаем его волю. А когда нам что-то нужно, чтобы Всевышний нам тоже выполнял наши просьбы. Все, очень важно осознавать свои намерения. То есть, человек, вот обычно он двигается, и он просто реагирует на внешний мир. А важно в любой ситуации останавливаться и спрашивать себя, а какое мое намерение вообще, какая моя цель, для чего я все это делаю. И, я думаю, что вы вспомните тогда слова царя Соломона, который сказал, что совдавар, в конце концов, околь нишма. Все понятно. Бога бойся, заповедь его соблюдай, потому что в этом есть человек. И когда ты об этом вспоминаешь, у тебя сразу ракурс такой, да? Что есть Божественная Душа, есть Бог, Творец Мироздания. Все очень гармонично. Значит, Гмулья Дэй Адамья Шивло. И воздание рук человека ему Бог возвращает. То есть, ты думаешь, я вот сейчас что-то сделаю, а оно мне вернется. И мы вот сегодня тоже увидим, очень красиво, как в Торе, такой красной нитью происходит вот эта вот идея, что все возвращается. Да. Хорошо. Значит, смотрим, сегодня у нас четвертый день недели. Четвертый день недели. Значит, все, братья продали Юсефа. Все время мы говорим эту фразу «продали Юсефа», но вот мы уже поняли, разобрались, что ничего они его не продали. Они его хотели продать, но по факту не получилось у них, да? То есть, они задумали его продать, но его вытащили из ямы и перепродавали. Ишмаэлитяне, это значит, потомки Ишмаэля и Мидианитяне. Братья не продавали его. А почему-то принято говорить, знаете, что они его продали. То есть, они его хотели продать, но не продали. И вот, дальше сегодня продолжается у нас четвертый день недели. Глава продолжает и говорит нам. Значит, в это время, и было в это время, «Ваерет Иуда Меетахив». Значит, «И спустился Иуда от братьев своих». Устная Тора нам добавляет, объясняет это, что братья ему сказали в конце, когда они успокоились, сказали, что же мы сделали. И вот ты у нас такой авторитетный. Почему ты нам не сказал? Вот когда ты сказал, давай продадим, мы согласились. А если бы ты сказал, давай отпустим, мы бы тоже согласились. И они его обвинили. Это всегда так происходит, во всем обвиняют лидеров. Люди хотят снять с себя ответственность. И тут они тоже сказали, это ты. И он чуть-чуть расстроился Иуда. Действительно, отец в скорби. То есть, ничего они хорошего от этого не получили. Жизнь их не улучшилась. То есть, когда человек делает преступление какое-то, он думает, вот сейчас улучшится моя жизнь. А она не улучшается. И он ушел. И ушел он, и спустился он, написано, до человека по имени Адулами. Значит, и там был какой-то человек, которого звали Хира еще. Да, какие-то он связался с какой-то компанией, с людьми со странными именами. Адулами, Хира. Куда-то он ушел. Начал заниматься бизнесом. И увидел он там дочку Ишк-Наани. Значит, объясняет нам Раша, что Ишк-Наани это была дочка какого-то торговца. По имени Шоа. Звали ее Шоа. И он ее взял и вошел к ней. Значит, говорит нам Ус-Натора. Малбин говорит, что он не делал ей дьюр. Что он просто взял ее как наложницу, с которой он жил, без, как бы, без вступления с ней в брак. Так написано. И вошел к ней. И она забеременела, и родила сына, и назвала его именем Эр. Значит, Эр это те же буквы. Айн, Рейш, это Ра, зло. Только в другую сторону. Назвала его Эр, этого сына. Когда, я помню, у меня был один знакомый, он женился, он был еврей. Но его мама была не еврейка. Значит, папа был еврей. Сын, получается, по папе еврей. И он женился на девочке, которая не еврейка. Значит, потом папа в какой-то момент, он говорит, как же так? Я, вроде, всю жизнь себя считал евреем. Ну, у него и папа, и мама евреи. Такой очень еврейский такой папа был. Ну, а сына моего даже в синагогу не пускают. Ну, пускают, но, как бы, к торе не вызывают ничего. А папа был такой очень авторитарный. И он, значит, говорит, все, значит, сын мой должен пройти дьюр. Но раввины, к которым он обратился, они говорят, так он же женат на девочке, девушки не в рейте. Папа говорит, и она пусть пройдет дьюр. Значит, что это такое? Ну, в общем, они вдвоем экспресс-форматом проходят дьюр. Очень папа был такой влиятельный, авторитарный. Экспресс-форматом проходят оба дьюр. Значит, и после этого у них рождается сын. После этого у них рождается сын, и сразу же забирают этого сына семья его жены, и его крестят в православной церкви, в купеле, во все. Вот здесь примерно была такая же история, что родила жена его, Иуда, родила ребенка, назвала его сыном зло, то есть эр, да, как бы, по-местному. И забеременела она еще раз, и родила она сына, и назвала его именем Анан. Мы сейчас узнаем, почему, что за имя такое Анан. И еще она забеременела, и назвала третьего сына Шела. И третий сын Ваая, Биказив, когда она родила его. Значит, говорит нам Малбим, что третьего сына она уже родила, когда Иуда ее забрал из этого места, где жила ее семья, которая была и дала поклонники. И он, значит, ее забрал, она родила уже третьего сына, когда она уже Идгайра, когда она приняла иудаизм. До дарования Торы, для того, чтобы было принять иудаизм, нужно было просто отрицать Авода Зара. Это написано в трактате Медила. Кто называется Иуди, Акуферба Авода Зара. Иудей это тот, кто отрицает и дала поклонство. Очень просто было. Надо было только сказать, что я поклоняюсь единому Богу, да, служу единому Богу и все. И ты сразу Иуди. В Айках, значит, и взял Иуда Ишали Эр Пхоро, и взял Иуда жену для своего первенца, которого звали Эр, и Шма Тамар, звали ее Тамар. Такое имя распространенное до сих пор Тамар. Говорит нам устная Тора, что Тамар, она была дочкой Шема. То есть была такая семья, помните, Ноах, у него были сын Шем, один из его сыновей, и у него была дочка Тамар. Это были такие очень выдающиеся люди, в которых были, они были, как знаете, вот если современным языком таким, чтобы метафора такая. Помните, были такие мифы про Атлантиду, Атланты, там они такие удивительные, обладали сверхспособностями. Вот те люди, которые жили до потопа, они обладали этими сверхспособностями. И Ноах и его сын Шем, которые после потопа остались живы, значит, они обладали этими сверхспособностями, они помнили еще такие вещи, которые никто не помнил. И Тамара, она была из этой семьи. Тоже она была выдающаяся такая женщина, необычная. И было «Эрбхор Иуды», он был «Ра Байнеашем», он делал зло, он был, не написано «Он делал зло», а «Он был зло в глазах Всевышнего», то есть Всевышний его видел, что он был человеком зла. «Вае Метео Вашем», и умертвил его Бог, и он умер. Значит, да, так бывает, что человек зла, он умирает. «Вае Мариуда Леонан» и сказал Иуда Анану, «Зайди к жене своего брата, и, значит, пускай будет от тебя потомство для твоего брата». Значит, в те времена, еще во времена Торы, есть заповедь в Торе, что если было два брата, и один брат умер без детей, то второй брат женится на его жене, и ребенок, который рождается от этой связи, в него вселяется душа умершего брата. Потому что они как бы по динетике, они же родные братья, и получается, что второй брат дает тело, которое было похоже на предыдущее тело, и душа умершего брата спускается в это тело, еще раз заходит в этот мир, чтобы еще раз попытаться реализовать свой потенциал в этом мире. Такая была у них практика. Значит, Анан женится на Тамар, и начал ее он с ней жить, значит, и он узнал, он же знал, что не ему будет это потомство, то есть он понимал, что это потомство, оно будет, как в него войдет его брат. А он был не очень, видно, хороший человек, этот Анан. И было, когда он приходил на жену брата своего, он сбрасывал семя на землю, чтобы не родился потомок его брата. Представляете, оттуда, мы знаем вот это слово, анонизм, это как раз отсюда. Онан, анонизм, сбрасывал семя на землю, чтобы Тамар не рожала. Вайрабы и Нейошемы, это было плохо в глазах Бога, то, что он делал. То есть здесь, видите, подчеркивает Тора, что сам он был неплохой человек, этот Анан. Ну, такой был человек, и даже мотивы его поступка, устная Тора говорит, что его мотивы были дополнительно, чтобы Тамар оставалась красивой, не рожала, она была очень красивая. Но, в общем, то, что он делал, было плохо в глазах Бога. Вайамадгам, и он умер тоже, Всевышнего тоже убил. И сказал Еуда, Тамар, неведьте своей, значит, ты сиди пока, ты дважды вдова. То есть у тебя уже такая сомнительная репутация, вообще, по Торе на дважды вдове, есть мнение, что нельзя жениться на дважды вдове, потому что у нее есть уже традиция такая, что ее мужья умирают, и это опасно на ней жениться. Но он ей говорит, посиди как вдова сейчас, в доме отца твоего, пока вырастет третий сын, и сказал он, что, может быть, он умрет из-за нее, как братья. В общем, он решил Иуда подождать. И пошла Тамара, и сидела она в доме отца ее. И прошли дни, и умерла жена Иуды. Жена Иуды умерла тоже. Видим, что жизнь у него была нелегкая. Знаете, бывает, что вот верующий человек, говорят, у него все должно быть прямо идеально. Мы видим, двое сыновей умерло, жена умерла. И, значит, Иуда, по ней прошли дни скорби, и он поднялся, стрижка скота. То есть он был такой очень бизнесмен, такой, стрижка скота, и, значит, пошел он в место, называющийся Тимна, Тимназа. И сказали Тамару, что идет твой тесть, значит, стричь свой скот. И она сняла свою одежду вдовы, покрылась она таким шарфом специальным, который скрывал ее лицо, и села она на перекрестке дороги, которая шла в Тимну, потому что она видела, что Шило уже вырос, а она не дается ему в жены. А было по той традиции, что должен был жениться на ней или Иуда сам, или сын его Шило, чтобы продлить вот этот вот, ну, рот, чтобы продлить рот. И увидел ее Иуда, и он подумал, что она Зона. Зона – это женщина низкой социальной ответственности, легкого поведения, которая за деньги, значит, за деньги общается с мужчинами. И он подумал, что она Зона, что она женщина вот этого вот легкого поведения. Не легкого поведения, а она зарабатывает этим. Профессиональная такая женщина. И он с ней завернул, и сказал ей, давай я к тебе зайду, сказал он ей. Мы видим, насколько Тора, да, святая книга, но насколько видно, что это не что-то, что придумали, чтобы там украсить, скрасить что-то там, знаете как. Нет, все как было, так было. Значит, все вот было так. И он, значит, можно я к тебе зайду? Он не знал, написано, что она его невестка. И сказала, она ему сказала, что ты дашь мне, если ты войдешь ко мне? Был ее вопрос. Вайомер, значение говорит, я пошлю тебе козленка из скота. И сказала она, если ты мне дашь залог сейчас за него, тогда, тогда я согласна. И сказал, какой залог ты хочешь? Она сказала, дай мне свою печать, кольцо с печатью, и птелеха, какие-то кисти, и дай свой посок, который в твоей руке. То есть она ему сказала, что залогом будут какие-то вещи, которые точно имели к нему принадлежность. И он ей дал, вошел он к ней, и она забеременела. И, значит, вернулась она домой, одела она опять одежду вдовы, и, значит, дома она ждет. И послал Иуда козленка через своего помощника, этого Адулами, чтобы найти эту женщину, взять у нее залог. Он ее не нашел. Начал он спрашивать, не видели ли вы здесь проститутку, женщину? Значит, они говорят, нету здесь такой. И не было никогда. Он вернулся к Иуде и сказал, не нашел я ее, и люди местные говорят, не было тут такой. И сказал Иуда, значит, пусть козленок, пусть то, что она забрала, останется ей, чтобы не было мне позора, что вот так вот я поступил, и вообще, что это такое, со мной произошло. Он начал уже в этом раскаиваться. И, значит, послал ей этого козленка и не нашел. Значит, мы сейчас вернемся. Запомните, вот этот момент козленок. Козленок проходит, помните, по всей, последним главам проходит этот козленочек, значит, везде он встречается, этот козленок. И было, когда прошли три месяца, и сказали Иуде, говорят, что, значит, зонта это, ну, занималась развратом, Тамара, твоя невестка. И также она забеременела от этого разврата, да, то есть она беременна уже три месяца, видно. И сказал Иуда, значит, ее надо вытащить и сжечь ее. Значит, он был судья, как это сжечь ее? Как, за что? Значит, оказывается, она была дочкой священника, Шем был священник. И из-за того, что она была дочкой священника, у нее был очень высокий статус в иерархии, то есть она не просто была какая-то Тамар, которая там, обычная Тамара могла спокойно спать с кем она хочет, если она не замужем. Но она была дочка священника, которая была в статусе, в таком ожидании, ожидании в доме отца, что на ней женится Шело. И, ну, для нее это был поступок, который был, наказывался вот таким вот наказанием в то время, казнь через сжигание. И она, значит, послала своему тестю вещи, которые у нее были, посох и так далее. И говорит, от этого человека я забеременела. Узнаешь ли ты эти вещи? И Иуда узнал эти вещи, это были его вещи. И сказал, праведная она, она праведнее меня. Значит, что я ее не дал же, я же должен был ее дать Шело моему сыну третьему. А, значит, не дал. И теперь получается, что я должен был тоже выполнить вот этот вот долг или Шело, или я должен был на ней жениться. И, значит, как раз он на ней женился. И когда она родила, родила она двух первенцев, двух близнецов. и когда, значит, первый вытащил руку и на эту руку повязали красную нитку, что он первый вышел, значит, но в это время второй прорвался и, значит, вышел его брат первым. И дали тому, кто прорвался, дали имя Перец. И от него потом пошел царь Давид, от него пошел Машеах. Вайкраш Мо Перец назвали его так. А после этого вышел брат его, у которого на руке была его красная нить. Откуда это красная нить? Теперь мы знаем у людей, да? И назвали его именем Зерах. Зерах – это сияние, как солнце встает, когда идут первые лучи сияния. Все, сегодняшний отрывок закончился. И я думаю, что вы в удивлении сидите и думаете, да, вот это вот вообще, как люди жили в то время. Значит, в то время люди жили именно так, не так, как мы сегодня. Люди все время живут в каком-то своем контексте, в своих убеждениях, верованиях жизни. В то время они жили так. И, значит, вот этот вот заповедь, что брат женится на жене покойного брата, чтобы продлить род, они тогда очень знали про все вот эти духовные вещи, как там душа спускается, из какого мира, там видели и так далее. Теперь про козленка. Помните, с чего все началось? Все началось с того, что когда Яаков шел к Ицкаку получать благословение, то он приготовил козлят, он приготовил козлят, и шкуры козленка одел на себя, когда он обманывал Ицкака. Теперь, когда, когда братья хотели убить Юсефа, потом его продали, то они взяли кровь козленка, и этой кровью козленка смазали рубашку Юсефа, и отдали это Яакову, сказали, вот это, наверное, животное разорвало твоего сына. И теперь Иуду обманули тоже с этим же козленком, то есть она взяла у него залог, ушла и так далее, то есть мы видим, что все возвращается, даже этот козленок, он все время возвращается, каждый раз, он возвращается, как символ того, что обмануло, обман, но который в итоге приводит к хорошему. Вот посмотрите, как интересно получается, что от вот этого, из-за того, что братья продали Юсефа в Едипет, потом Юсеф спас их всех от голода. И он им говорит, вы думали сделать мне зло, но Всевышний сделал мне добро, Всевышний все поворачивает в добро. Теперь здесь то же самое, Иуда хотел, ну думал, что эта вся история, она очень непонятная, но в итоге, именно от Перец, вот от этого старшего сына, родился потом Машеах. И очень интересно, я читал, там есть книги, Малбим это пишет, что вот эти вот Эр и Анан, два брата, которые первые умерли, они должны были, это были первенцы Иуды, но из-за того, что он неправильно женился, из-за того, что он женился на девушке, которая была из семьи, дала поклонников, и она очень неправильно воспитала детей, то эти дети умерли, потом их души вселились в детей Тамар, дети Иуда Тамар. И Перец, это был первый сын Эр, А Анан вселился в Зераха, его душа. Но уже эти дети, от них пошел Машеах. То есть мы видим, что Всевышний, у него есть некий план, а мы, вот человек, у него есть потенциал или реализовать этот план, или не реализовать. Понятно. в духовном плане. Я помню, когда-то я спрашивал, есть такой человек, зовут его, как же его, ФИФА, он был президентом, он был президентом ФИФА, Калмыкии, выскочил у меня из головы его имя. В общем, такой очень он, миллиардер, такой активный. Я его спрашиваю, а чего вы вот столько, так вы активничаете, да? Забыл, как его звали. Значит, я говорю, зачем вы так активничаете? Там миллиардер, президент ФИФА, построил там 30 буддистских храмов, церкви, синагогу, мечети строил вообще в этой своей Калмыкии, Элиста, это город, столица был. Я его спрашиваю, лично с ним вот разговаривал, говорю, зачем вы это делаете? Он говорит, я хочу в этом мире, в этой жизни реализовать, Илюмжинов, Тирсан Илюмжинов, правильно? Я, он говорит, хочу в этой своей жизни реализовать весь свой потенциал, все свои возможности хочу реализовать, чтобы больше сюда не возвращаться. То есть, это вот прям так он мне ответил. У каждого из нас есть свой потенциал, и если мы его не реализовываем, приходится возвращаться снова и снова. И душа, которая приходит в этот мир, она не хочет сюда заходить, она говорит, здесь очень сложно пройти этот жизненный путь, в этом вот биоскафандре, который вертикально ходящая лужа, которая такая обезьянная тела, да, у человека, тело животное, да, животная душа, в ней божественная душа, и тело, оно все время побеждает душу, все время тело его куда-то ведет, управляет жизнью, все время, то есть, если посмотреть, что управляет жизнью человека, то очень мало людей, кто управляется сигналами своей души. Большинство людей обслуживает сигналы своего тела, всю свою жизнь бегая за, вообще непонятно зачем, и в итоге, уходя из этого мира, пустыми, потому что тело, оно же попадает в землю, из праха пришло, в прах возвращается, и, и все, то есть, все потребности тела, они в итоге превращаются в кучку праха, а душа, которая, луч, да, если ты не делал ничего для своей души, то она, значит, выходит из этого мира пустой, без, как бы, жизненный путь прошла, духовных ценностей никаких не набрала, и приходится опять возвращаться. Все, значит, мы видим, что Машеах пойдет от Переца, то есть, в этой главе есть, как бы, начало, Йосеф ушел в Египет, и начало нового этапа было положено уже, как бы, как сказать, уже сценарий следующего этапа в развитии еврейского народа, а, и родился Перец, сын Иуды, который, тоже мы видим, очень сложная история его появления на этот свет, значит, уже началась новая история, как бы, Всевышний уже, как зародил семя, из которого потом пойдет на шеях, и, значит, для каждого этот урок открывается чем-то своим, я вам советую, зайдите, пожалуйста, на канал ВАИКР, и там есть классный бот, у нас мы сделали бот, который называется Советы Рэбе, очень удобно, каждый день, ты можешь случайный совет, совет дня, то есть, если у вас есть запрос к Всевышнему, понять, что, какой у вас потенциал, что вы должны делать, то вы этот запрос все время его культивируете в себе, чтобы был запрос, а Всевышний с помощью событий мира, каких-то знаний, он вам закроет пазл, что Всевышний хочет именно от вас, именно от вас, что он хочет, какой ваш путь, в чем ваша духовная, вот, именно задача в этом мире, которую, кроме вас, никто выполнить не может. Все, всем удачи, успехов, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы, чтобы ИМЛЭКОЛЬМИШЛОТЛЕБЕХАЛИТОВАТЭХА выполнить все запросы вашего сердца для вашего добра, и чтобы был мир в душе, мир в семье, и мир во всем мире, чтобы закончилась война, чтобы злые люди, альфа-самцы, которые хотят захватывать друг друга и понтуются, кто круче, чтобы они перестали в угоду своим каким-то личностным личностным каким-то идеям вести на убой сотни тысяч людей. Это страшно, конечно, то, что происходит. Поэтому мы должны молиться, чтобы эти злодеи, они стали или добрыми, или исчезли. Все. Удачи, успехов. Счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!